не особенного учительного дара, который не любит укрываться, но требует щедрого разлияния учения на всех. Скоро неспослан был сей дар, как открыто было тоже прозорливому старцу, который извлек святого Ефрема из города, в видение светлого ангела, вложившего некую таинственную книгу в устав святого Ефрема. С этого времени душа его, напоенная живой водой в видение Бога и божественных вещей, начала изливаться неудержимым потоком умилительных наставлений. Согретая живым чувством и исходившая от полноты сердца, освященного благодатью Божией, слова его были исполнены помазанием духовного. Чудно плодились в устах его самые убедительные увещания, трогательные обличения самому себе и другим, мудрые правила и советы, и часто вдруг, неожиданным полетом, благоговейная мысль его возносилась к Богу, чтобы исповедовать славу его любви беспредельной или просить у него прощения грехов. Примеры извечения библейские, опыты из жизни подвижнической, притчи и сравнений из царства природы – все было готово и являлось, само собой, в его простых, безыскусственных беседах. Но не одни только нравственно-духовные и подвижнические уроки составляли предмет его творений. Немало подрудился он и в остолковании священного писания, и еще более в изложении догматов, преимущественно с тех сторон, против которых погрешали современные и предшествовавшие еретики. В таких трудах прошла вся его жизнь и уже приближалась к концу, когда пришло ему желание повидать египетских подвижников и посетить великого архипастерика подокийского Василия Великого. Ждя с собой ученика, умевшего говорить по-гречески, он достиг Средиземного моря и сел на корабль. Молитва и упование на Бога избавили его и плывших с ним от потопления. Гора Нитрийская приняла его как желанного гостя и доставила ему утешение видеться с великим Паисием, с которым провел он в беседе шесть дней, с Иоанном, Коловом и другими старцами. Кроме Нитрии он посетил и другие места подвижниками населенной и везде оставил по себе память сердечную, как о муже богопросвещенном и сам вынес оттуда поучительные уроки о жизни и правилах скончавшихся и еще живых подвижниках египетских. На возвратном пути из Египта святой Ефрем вознамерился посетить Кесарию Каппадокийскую, чтобы увидеть святого Василия Великого. Первое их свидание было в храме. Святой Ефрем вошел в храм, когда святой Василий Великий предлагал поучение народа и получил удостоверение о высокоблагодатном состоянии его. Извещен был духом святым и Василий Великий о святом Ефреме и пригласил его к себе во святилище. После краткого здесь объяснения и взаимного приветствия беседа продолжалась в доме, касаясь разных предметов. Кесарийский святитель хотел облечь святого Ефрема саном пресвитера, но смиренный египетский инок ни за что не согласился принять на себя и отца, и святой Василий мог только посвятить его в диакону. С пресвитера же посвятил ученика его. Впоследствии святой Василий присылал к Ведесу двух учеников своих с приглашением святого Ефрема на кафедру епископа. Но святой Ефрем притворным сумасшествием отклонил от себя эту честь, по смирению считая себя недостойным ее. По возвращении в Эдесскую свою пустынь святой Ефрем хотел остаток жизни провести в уединении. Но промысл Божий еще раз вызвал его на служение ближним. Жители города страдали в это время от голода. Святой Ефрем сильным словом склонил богатых облегчить страдания бедных, взяв на себя труд распоряжаться их пожертвованиями. Это был последний подвиг его для церкви. По возвращении из города в горы он скоро заболел. И, написав завещание, мирно скончался в 372 или 373 году. Скончался он на руках своих учеников и любивших его эдесских жителей. При многочисленном стесении народа, клира и пустынников тело его предано было земле. Но несколько времени спустя нетленные останки его перенесены были в храм. Подвижнические наставления святого Ефрема Сирианина 1. Увещание к покаянию и содеванию спасения 1. Придите, возлюбленные, займемся куплею, пока еще длится день купли. Придите, приобретем вечную жизнь, купим спасение душ наших. Возьмемся за прекрасную мысль, возжелаем царства и рая. Подвизайтесь в этом едино десятый час. 2. Спешите, чтобы не остаться вне затворенных дверей. 3. Вечер близкий, и ноздовоздаятель идет с великой славой воздать каждого по делам него. 4. Покаемся, братья, пока есть время. 5. Послушайте, что говорит Господь? 5. Радость бывает на небесах об одном грешнике кающемся. 6. Для чего предаешься нерадению, грешник? 7. Для чего влагаешься в нечаяние? 8. Если на небе бывает радость, когда каешься, то чего тебе страшить? 8. Ангелы радуются, а ты предаешься нерадению. 9. Архангел возвещает покаяние, а ты будешь бояться. 10. Нераздельная поклоняемая троица призывает тебя, а ты воздыхаешь. 11. Поплачем немного здесь, чтобы не плакать там, вечно мучаясь. 11. Пришествие Христово внезапно, как страшная молния. 11. Вон и час каждый воспримет по делам своим. 12. Каждый пожнет, что посеял. 12. Все непокровенными предстанем судилищу Христово, и каждый даст судье ответ за себя. 13. В тот час никто никому не в состоянии помочь. 14. Каждый со страхом и трепетом будет стоять в ожидании услышать Божий приговор. 15. Для чего оставляем внебрежение Святое Писание и слова Христово? 16. Слышите, что говорит Господь? 16. Слово, которое я говорил, оно будет судить в последний день. 17. Какое это слово? 17. Святое Его Евангелие и прочие святые Писания, святых пророков и апостолов. 18. Не будем же оставлять внебрежение написанного, ибо небо и земля мимо идут, слова же Христово не мимо идут. 18. Придите же, возлюбленные, вернем себя в море щедрот Божиих, пока не наступил тот страшный день. 19. Сам Бог призывает нас, придите ко мне все, и я успокою вас. 20. Всех приглашает, ибо всем хочет спастись. 21. Не колеблись никто, ибо говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. 22. А грядущий к нему кто есть? 22. Кто слушает слово его и заповеди его исполняет. 23. Послушаем же и повинемся ему, ибо страшно впасть в руки Бога Живого. 23. Покайся, грешник, с верновением взирая на безмерное человеколюбие Христа, сказавшего, не пришло я призвать праведников, но грешников на покаяние. 24. Покайся, пока время есть, чтобы не быть постыженным на страшном суде, где со страхом будут предстоять тысячи тысяч ангелов и святых. 25. Раскроются книги дел и тайное сделается явным. 26. Судья силен, судилище неумолимо, дела перед глазами и огненная река. 27. Размысли обо всем этом и поспеши спастись. 28. Чего ждешь? Что у тебя в мысли? 29. Другой разве кто будет отвечать за тебя? 29. Не знаешь, разве что каждый сам за себя даст отчет Богу? 30. Каждый пожнет, что посеял, каждый понесет собственное свое бремя. 31. Расточи же это бремя грехов, пока есть еще время. 31. Однажды навсегда отрекся ты от сатаны и всех дел его, и при многих свидетелях вступил в завет со Христом. 32. Помни об этом и не забывай, ибо знай, что в тот же час ангелы записали слова твои и обеты твои и отречения, и хранятся на небесах до страшного дня судного. 33. В день суда они принесут рукописание твои и слова уст твоих предстрашное судилище. 34. И услышишь тогда, от уст твоих судить тебя буду раб лукавый. 35. Будь же милостив к себе и пощади душу твою. 36. Посмотри на других, как они подвизаются, как стараются спастись, сколько употребляют усилий на всякое доброе дело. 37. Как оберегают себя от всего худого, как возлюбили путь узкий и тесный, постятся, бодрствуют, злостраждут и плачут. 38. Уста их всегда воспевают и словословят жениха, очи их всегда зрят красоту его, и души их веселятся. 39. Подумай и смотри, все жених уже приближается. 40. Он грядет увенчать подвизавшихся законно и возлюбивших узкий и тесный путь. 41. Грядет помиловать милостивых, сделать блаженными обнищавших и исполнить благ алкавших и жаждавших ради его. 42. Грядет во свете привести тайные тьмы и объявить советы сердечные, и воздаст каждому по делам его. 43. Наконец, внезапно раздастся вопль, все жених, все ожидаемая радость похвала праведных солнца правды. 44. Вот, жених, выходите навстречу. 45. Тогда те, у кого светильники светло горят и чиста одежда, пойдут во встретение его с весельем и дерзновением, радуясь и надеясь, что светильники их не угаснут. 46. А с тобой что будет? 47. Примечая, что светильник твой угасает, в ужасе и скорби обратишься ты к первым спрошениям, дать тебе несколько илей, и услышишь, пойди к продающим и купи. 48. Пойдешь и не найдешь, где купить, ибо купля жизни уже кончена. 49. Тогда в крайнем смущении, плача и сетуя, скажешь тебе, пойду, ударю в двери милосердия Христова, может быть, милосердный Господь и отворит мне их. 49. Идешь, ударяешь, но жених изнутри ответствует тебе, истинно говорю тебе, не знаю тебя, отойди от меня, делатель беззакония, ты не миловал и не будешь помилован. 50. Ты питал твой свою и запятнал одежду свою нечистотами. 51. Как же хочешь зайти сюда и осквернить царство мое? 51. Ты выполнял волю дьявола, мою же волю отвергал. 52. Нет тебе части со мной, иди от меня в огонь вечный. 53. Слышая это, будешь стоять пристыженный. 54. В то же время дойдет до ушей твоих глаз радование и веселье. 54. Узнаешь голос каждого из друзей своих, и горько воздохнешь тогда, говоря, увы мне несчастному. 55. Какой славы лишился я, и от какого содружества отлучен за злые и непотребные дела свои. 55. Но воистину, праведен суд Божий, воистину, праведно терплю я такое лишение. 56. Они жили воздержно, а я гонялся за всякого рода удовольствиями. 57. Они пели псалмы, а я распевал с равными песни. 58. Они молились, а я лежал в беспечности или гулял. 59. Они плакали, а я смеялся. 60. Зато они теперь радуются, а я сетую. 60. Они веселятся, а я плачу. 61. Они будут царствовать со Христом в бесконечные веки, а я с Антихристом вершим буду в огонь вечный. 61. Увы мне несчастному. 62. Это и подобное этому будешь говорить тогда, терзаясь, и никакой не получишь от того пользы, потому что нет там пользы и в покаянии. 63. Восприимем же наконец попечение о спасении души, ибо это есть единое на потребу. 63. Требует своего попечения и тела, но немного. 64. А душе же попечение должно быть непрестанное, ибо душа всего выше. 64. Состоишь из души и тела, и давай душе душевное в пищу, а телу телесное. 65. Не дай душе умереть, но питай ее словом Божиим, псалмами, пениями и песнями духовными, чтением душеспасительных писаний, постом, бдением, молитвами, слезами, надеждой и помышлениями о будущих благах. 65. Все это и подобное этому есть пища и жизнь для души. 66. По всему пространству писания ублажаются одни, идущие узким путем, вступившим же на путь широкие пространные, везде предсказывается горе. 66. Оставим же путь широкий, ведущий в пагубу, и ступим на узкий, чтобы, потрудившись немного здесь, царствовать в бесконечные веки. 67. Потрудимся, всегда имея перед очами грядущего судить живых и мертвых, и непрестанно содержа в памяти вечную жизнь, нескончаемое царство, ликостояние с ангелами, пребывание со Христом. 68. Не увеселяйся цветами жизни. Пусть в устах у тебя будет всегда псалом, потому что произносимое имя Божие обращает в бегство бесов. 69. Если и к работе простираешь руку, пусть язык твой говорит псалом, а ум молится. 69. Сам Господь убеждает всех здесь приготовлять себя к другой жизни. 70. Так и будем делать. Если согрешим, приткнувшись, уврачуем то слезами, пока есть время покаяния. 71. Время покаяния коротко. Царствию же небесному нет конца. 72. Мы ублажаем святых и желаем себе их венцов, но не хотим подражать их подвигам. 73. Или думаете, что они удостоились венцов даром, без трудов и скорбей? 74. Угодно ли послушать, какое упово покаяние имели святые в жизни сей? 75. Были побиваемы, прошли в милотях, в лишениях, в скорбях, озлоблениях. 76. Хочешь вместе с ними вечно царствовать? Иди путем их. 71. Отцы наши, как светило, сияли всю землю, пожив на ней среди терни и волчцов, среди ерекеков и людей нечестивых, как многоценные камни и дорогие жемчужины. 71. По причине высокого и чистого их жития самые враги сделались подражателями их. 72. И кто не приходил сокрушения в виде их смирения? 73. Здесь они подвязались, а там радуются. 74. Потому что и Бог прославлялся в них, и люди от них назидались. 74. Нашей же жизни течение, оставив прямые пути, идет по стремнинам и местам негладким. 75. Не видим человека, который бы ради Бога совсем оставил имение и для вечной жизни вполне отрекся от мира. 76. Нет ни кроткого, ни смиренного, ни безмолвного. 76. Никто не воздерживается от оскорблений, никто не терпит злословия. 77. Но все склонны к гневу, любят прикословить. 77. Все ленивы и раздражительны. 78. И заботятся о нарядах, одеждах. 78. Все тщеславные, славолюбивые, все самолюбивые. 79. Слышим, что сам Бог, Слово, за грехи наши пригвожден ко древу и умерщлен. 79. И смеемся, предаваясь рассеянию. 79. Солнце, не терпя поругания, владыки изменило светлость свою во тьму. 80. А мы не хотим выйти из тьмы нашей греховности. 81. Завеса храма, немало не согрешив, разодралась сама собою. 81. А мы не хотим, чтобы сердце наше раздиралось с окрушением о грехах наших. 81. Покаемся же, наконец, братья, чтобы умилостивить Бога о грехах своих. 82. Боюсь, чтобы день тот не застал нас внезапно, и чтобы мы, оказавшись нагими, бедными и негодными, не были отвержены. 83. Ибо это самое было жившими во дни Ноевы. 84. Ели, пили, женились, выходили замуж, покупали, продавали, пока не пришел потоп и погубил всех. 85. Кто хочет спастись, тот ревнуя о спасении, и кто желает войти в царство, тот не будь не родив. 85. Кто хочет избавиться от огня Геенского, тот подвязайся законно. 86. Кому нежелательно, чтобы бросили его червю неусыпающему, тот трезвись. 86. Кому желательно войти в брачный чертог и возвеселиться, тот заготовь светло-горящий светильник и елей в сосуде. 87. Кто ожидает, что пригласят его на тот брак, тот приобрети себе светлую одежду. 87. Град царя полон веселья и радования, полон света и услаждения, и обитающим в нем вместе с вечной жизнью источает всякие утешения. 88. Кому угодно жить в одном городе с царем, тот ускорит свое шествие, ибо день преклонился, и никто не знает, что встретится на пути. 89. Как иной путник хоть знает, что длинен путь, но прилегшись спит до вечера, а потом проснувшись видит, что день уже преклонился. 89. И едва начинает шествие, вдруг туча, град, громы, молнии, отовсюду беды, и он не в состоянии ни до ночлега дойти, ни воротиться в прежнее свое место. 90. Так и мы потерпим то же самое, если вознеродим во время покаяния. 91. Мы, пришельцы и странники, постараемся же во время войти в свой град и отечество. 91. Мы, братья, духовные купцы, ищем многоценную жемчужину, которой есть Христос наш, Спаситель, некродомое сокровище. 92. Не будем же лениться, ища приобрести эту жемчужину. 93. Блажен, троекратно блажен, кто поревновал приобрести ее. 94. Но крайне жалок и беден, кто вознеродел, и сам приобрести общего нам Творца, и от Него быть приобретенным. 95. Не знаете разве, что мы веки истинной виноградной лозы, которая и есть Господь. 95. Смотрите же, чтобы кто из нас не оказался бесплодным. 96. Отец истины, возделав виноградник свой, с любовью ухаживает за теми, которые приносят плод, чтобы приносили еще больше плода. 96. А кто не творит плода, тех посекает и извергает вон из виноградника на пожжение огнем. 97. Будьте же внимательны к себе, чтобы, оказавшись бесплодными, не были вы посечены и преданы огню. 97. Мы также доброе семя, посеянное зиждителем неба и земли, Владыкою Христом. 98. Вот приспело уже время жатвы и серпы в руках у жнущих, а не ожидает только мановения Владыки. 98. Смотрите же, как бы ни оказаться нам плевелами, не быть связанными снопы и брошенными в огонь на вечное горение. 98. Не знаете разве, что царь царствующих призвал нас на брак в чертог свой? 99. Почему же предаемся нерадению и не стараемся добыть себе светлую одежду и ясно горящие светильники и элей в сосудах наших? 99. Как не рассудите, что никто не входит туда обнаженным? 100. А если поупорствует кто войти, не имея брачной одежды, то знаете, что таковой потерпит? 100. По повелению царя свяжут ему руки и ноги и бросят его во тьму кромешную, где плач и скрежет зубов. 100. Боюсь, что плотские страсти не извергий из брачного чертога нас, приряженных только со мне. 100. Какой отец столько сострадателен? 100. Какой отец столько милостив? 100. Какой отец так любит, как наш владыка, изъявляющий любовь к нам, рабам своим? 100. Всем снабжает, все припасает с избытком, душевные наши язвы врачует и долго терпит, оставляя мы нами, желая, чтобы все сделали с наследниками царства его, отпускает грехи грешнику, возбуждая его к усердию и скоро внемлет немощному, чтобы немалодушиствовал. 100. Он мог бы силы приложить нас на благое, но не хочет этого, чтобы наше произволение не лишилось похвал его. 100. Мы ли вознеродим о благоугождении ему, когда он так любит и милует нас? 100. Он искупил и просветил очи ума нашего, он даровал нам познание о себе, дал вкусить сладости своей, чтобы вполне взыскали мы его. 100. Блажен, кто вкусил любви его, он приготовил себя через это к непрестанному ее вкушению. 100. Кто не возлюбит такого владыку? Кто не исповедует и не поклонится благости его? 100. Какое же оправдание будем мы иметь в день суда, если вознеродим? 100. Или что скажем ему? 100. То ли, что не слыхали или не знали и не научены, но во всю землю прошло вещание его? 100. Что надлежало сделать, и он не соделал нам для нас? 100. Не сошел ли он для нас с бессмерной высоты, из благословенного недра отчего? 100. Он, невидимый, не соделался ли для нас видимым? 100. Он, огонь бессмертный, не воплотился ли нас ради? 100. Он, бессмертный, не умер ли за нас, чтобы нас оживотворить? 100. Не погребен ли, чтобы нас воскресить с собою? 101. Он освободил нас от врага, связав его и дав нам силу наступать на него. 101. Когда призывали мы его, и не услышал нас? 102. Когда ударяли в дверь, и не отверз нам? 102. Если же и медлил когда-то, чтобы увеличить награду нашу, приводя все это на мысль, кто останется в нерадении и беспечности, оскорбляя тем такого владыку? 103. В них не вот во что, брат. 104. Тех братьев, которые вчера были и беседовали с нами, сегодня с нами уже нет. 104. Они позваны Господу своему и нашему, чтобы каждый из них показал свою куплю. 105. Видишь, что вчера и что сегодня, как вчера миновалось, подобно утреннему свету, так пройдет и сегодня, подобно вечерней тени. 105. Рассмотри же куплю свою, успешна ли она по Богу? 10. Подобно скомороху бегут дни наши. 10. Блажен, кто со дня на день приобретает большую прибыль от купли своей и собирает жизнь вечную. 11. Ты же что не родишь, возлюбленный? Что ленишься? Что упиваешься унынием, разленением, как вином? 11. Представь, что два путника, из которых каждый идет к себе в дом, встретившись друг с другом на дороге, когда застиг их вечер, остановились оба в обители гостиницы, до которой дошли, и по наступлению утра разлучились друг с другом. 12. Каждый из них знает, что у него в дому его богатство или бедность, покой или скорбь. 13. Тоже и с нами бывает в этом веке, потому что жизнь эта, подобно обители, гостиницы, из которой, отходя в свое место, разлучаемся и знаем, что у нас впереди. 13. Ибо каждому небезызвестно, что предпослал он на небо, например, молитву слезную, или частое бдение, или сокрушенное псалмопение, или воздержание со смиренным мудрием, или отречение от земного, или нелицемерную любовь и приверженность ко Христу. 14. Если это предпослал ты, то дерзай, потому что отходишь в покое. 15. Тебе дается время на покаяние, а ты не родишь о покаянии. 15. Разве смерти скажешь, подожди, дай мне покаяться? 16. Отрезвись же, возлюбленный, отрезвись, как сеть найдет на тебя последний час, и тогда в ужасе начнешь вопить. 16. Ведь, увы, в растеянности протекли дни мои, в неуместных помыслах прожил я время свое. 17. Но какая будет польза помышлять так в час смерти, когда уже не дозволяется тебе оставаться долей в веки этом? 18. Теперь, лучшим ни к неумам своим словам эти, соответственно, силе их устроить жизнь свою. 18. Кто не станет плакать, кто не будет скорбеть, кто не придет в ужас от того, что владыка вселенной и сам, и через рабов своих пророков, апостолов, проповедует его пиет, но нет послушающих. 19. Брак готов, взывает он, упитанные мои заколоты. 20. Жених со славой и великолепием восседает на брачном чертоге и с радостью принимает приходящих. 21. Дверь отверста, слуги изъявляют свое усердие. 22. Пока не затворена дверь, спешите войти, иначе останетесь в ней, некому будет ввести вас. 23. И нет разумевающего, никто не прилагает старания, леность и заботы века сего, подобно цепям оковали ум наш. 24. Божественное писание исписываем мы правильно и читаем правильно, а правильно их послушать не хотим, потому что не угодно нам исполнять то, что в них повелевается. 25. Как среди ночи, когда род человеческий погружен в сон, внезапно бывает иногда с неба великий шум и ужасные громы и страшные молнии с землетрясением, и спящие приходят вдруг в ужас. 26. Так в тот час, подобно самой быстрой молнии, внезапно ужасающей всю землю, страшно вострубит с неба труба, пробудет спящих, восставит от сна усопших от века. 27. Небеса эти и силы небесные подвигнутся, и вся земля, как вода, в море восколеблется от лица славы его, потому что страшный огонь придет перед лицом его, очищая землю от оскверняющих ее беззаконий. 28. Ад отвертит вечные врата свои, смерть упразднится, а согнившая персть естества человеческого, услышав трубный глаз, оживотворится. 29. Тогда праведные возрадуются, и преподобные возвеселятся, совершенные подвижники утешены будут за труд подвига своего, мученики, апостолы и пророки увенчаются. 30. Блаженство сподобится в тот час, славой восхищен быть на облаках встретения бессмертного жениха. 31. Как здесь каждый возрастил крылья свои, так там воспарит в горнее. 32. Как здесь очистил каждый ум свой, так там увидит славу его, и в какой мере возлюбил его каждый, в такой там насытится любовью его. 33. Воспомянул я об одном часе и содрогнулся. 34. Помыслил об этом страшном суде и пришел в ужас, помыслил о веселье райском, и во стенах предался, плача и плакал, пока не осталось уже во мне сил и доли плакать. 35. Потому что в лености и рассеянии провел дни свои, и в нечистых помыслах прожил годы свои, и не уразумел, как унеслись, не почувствовал, как протекли они, а скудели дни, а беззакония мои умножились. 36. Увы, что мне делать в тот час, когда окружат меня знакомые мои, которые, видя меня в этом образе благочестия, ублажали меня? 37. Между тем, как внутренне полон я был беззакония и нечистоты, и забывал испытывающего сердца и утробы Господа, там действительно стыд и жалок, кто там постыжен будет. 38. С щедротами твоими заклинаю тебя, о, человеколюбивый и благий, не поставь меня на левой стороне с три огорчевающими тебя козлищами. 39. Не скажи мне, не знаю тебя, но по благоутробию твоему дай мне непрестанные слезы, дай сокрушение и смирение сердцу моему, и очисти его, чтобы соделалось храмом благодати твоей. 40. Умоляю единомыслия ваши, возлюбленные мои братья, постарайтесь благоугодить Богу, пока есть время. 41. Плачьте перед ним день и ночь в молитве и псалмопении вашем, чтобы избавил он нас от того нескончаемого плача и от скрежета зубов, и от огня гиенского и от червя неусыпающего, 42. И чтобы исполнил нас радостью в царстве своем в жизни вечной, откуда отбежает печаль, болезнь и воздыхание, 43. Где всегда радость, веселье и восторг и трапеза, исполненная духовных пищей, какую уготовил Бог любящим его, 44. Блажен, кто сподобится ее, и жалок, кто лишится ее. 40. Богатый заговорил, и все умолкли, и провознесли слова его до облаков. 41. А нам говорит Бог во священных писаниях. Мы же не хотим умолкнуть и послушать. Напротив того, кто говорит, кто дремлет, а иной кружится с помыслами где-нибудь вне. Субтитры подогнал «Симон»?